Новое общежитие для студентов открыли в Алматы. В нем смогут разместиться 300 человек. В церемонии открытия принял участие министр науки и высшего образования. СССР отметил важность данного объекта, так как вопрос дефицита мест в южной столице стоит весьма остро. Репортаж наших корреспондентов. Обустроенные спальные комнаты, читальный зал, столовая, прачечная, на каждом этаже кухня. В такое комфортное и уютное общежитие превратился бывший учебный корпус одного из алматинских университетов. В начале 2023 года было решено провести реконструкцию объекта и разработать интерьеры в соответствии с дизайном зарубежных университетов-лидеров. Здесь будут проживать 300 студентов. Это поможет частично решить вопрос дефицита общежитий в городе, отметил министр науки и высшего образования СССР Нурбек. Мы проанализировали и поняли, что большую перспективу имеет практика реконструкции уже действующих объектов. Вот сегодня мы с вами открыли бывшее здание учебного корпуса частного университета Хайнар, которые поняли, что развивать какой учебный корпус уже его сложно, это так называемая повышенная комфортность. Мы удерживаем ценовой диапазон в пределах разумного. Новое общежитие расположено в центре города рядом со многими алматинскими вузами, что немаловажно, отметил министр, так как проживать в общежитии смогут студенты разных учебных заведений и учащиеся на разных курсах. Здание полностью отвечает всем необходимым требованиям. В ходе своего визита в Алматы Сайасат Нурбек встретился и со студентами, выслушал их проблемы. Некоторые из них удалось решить на месте. Я поступила на грант в Алматинский технологический университет как ребенок из многодетной семьи, но позже мне сказали, что произошла ошибка и должна была проходить по другой квоте. Я едва не лишилась гранта, сегодня донесла эту проблему министру и он на месте решил вопрос. Я остаюсь на гранте. Большая благодарность. Побеседовал министры с педагогами, работниками алматинских вузов, выслушал их мнение относительно развития казахстанской сферы образования. Вопросы взял на свой контроль. Анара Нуртазина, Канадки Гизбаев, Астана Таймс, Алматы.